Я играю в Cyberpunk, Atomic Heart, Farzoo и кучу других тяжелых игр на этом. Самый маленький компьютер на самой мощной на сегодняшний день встроенной графике. Вы только представьте, как быстро развиваются технологии. 4-нанометровый процесс внутри быстрее свежего Ryzen 5 7600X, а встройка внутри этого процессора уделывает когда-то популярную GTX 1050 Ti, в коробку из-под которой вместится 6 таких компьютеров. За последние несколько лет интегрированная графика совершила серьезный скачок в производительности. Тут вам и трассировка лучей, и современной архитектуры, спасибо буму майнинга и новой волне популярности портативных консолей. У нас уже был на обзоре Минисфорум побольше с дискретной графикой, и тогда он удивил нас не только производительностью, но и системой охлаждения. В этот раз корпус еще меньше, а железо еще мощнее. Это вам не какой-то там билинг, который сейчас массово рекламируют. Эта штука не сбрасывает частоты и вообще не греется. В общем, на связи МК, сегодня смотрим на крутейшую красную встройку, которую зачем-то поставили в слишком мощный процессор. Многие замечали, что у меня есть проблемы с произношением на английском. Архитектура Intel Hanswell вообще стала локальным мемом. Плохое знание английского – большая проблема, особенно в IT. Я учил в школе и институте немецкий, поэтому guter rat is gold as wert. Многие считают, что чтобы работать в зарубежной компании, нужно потратить тысячи часов на изучение языка. На самом деле необходимо всего 3-6 месяцев, чтобы прокачаться в английском, оформить LinkedIn, пройти собеседование и получить заветный оффер. Skyeng запустил обновленный курс для работы в IT за границей. Это не просто обучение языку, это комплексное сопровождение от прокачки языка до трудоустройства. 160 часов интенсивного английского, который понадобится вам для работы, 3 тестовых интервью, финальное будет с иностранцем и безлимитные разговорные клубы по вашей специальности. На курсе вас научат коммуникации с командой и клиентами, грамотно и емко писать письма и посты, отстаивать свои идеи и разрешать конфликты. Вам помогут правильно оформить LinkedIn и резюме, проведут тренировочное собеседование и научат правильно вести переговоры о зарплате. Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о курсах Skyeng для IT-специалистов. А еще в Skyeng сейчас проходит крутая акция. При покупке любого курса до 15 сентября вы становитесь участником розыгрыша MacBook, AirPods и мерча от Skyeng. Переходите по ссылочке в описании, чтобы узнать подробности. Для начала давайте заглянем внутрь и пробежимся по железу. В отличие от ультрабуков, в UM790 Pro можно поменять ОЗУ и SSD. В нашей версии стоят два модуля DDR5-5600 по 8 гигов, что обеспечивает порядка 60-80 гигабайт в секунду пропускной способности при задержках около 80 нс. Высокая скорость работы памяти в данном случае крайне важна, так как ее использует интегряжка как видеопамять. И эти цифры достаточно хорошие. Штатный SSD это быстрый NVMe PCI-Express 4 накопитель от Kingston на 512 гигабайт. Внутри есть еще один свободный слот M.2, куда мы поставим наш тестовый SSD. Под системой охлаждения распаян 4-х нанометровый Ryzen 9 7940 HS на Zen 4. Для сравнения, десктопный Ryzen 7000 базируется на 5-ти нанометровом техпроцессе. То есть мобильные камушки более энергоэффективны, а значит держат более высокие частоты при том же теплопакете. И вот сразу вопрос к AMD. Почему, если хочешь получить самую быструю интегрированную графику, нужно платить за самый топовый процессор в линейке? Только мобильные восьмиядерники серии Ryzen 7000 могут похвастаться мощной 12-блочной Radeon 780M на RDNA 3. Если вам такой мощный камень не нужен, вас лишают и топовой графики. Например, у шестиядерных Ryzen 7000 будет уже восьмиблочная 760M, которая как минимум на треть слабее, а у четырехядерных моделей вовсе 740M с четырьмя блоками. Как по мне, восьмиядерная ряженка в этом мини-ПК избыточна. Процессор настолько мощный, что в Cinebench R23 выбивает в многопоточном тесте больше 17 тысяч попугаев. Чтоб вы понимали, десктопный шестиядерный Ryzen 5 7600X набирает порядка 14-15 тысяч баллов. А ведь этот процессор отлично работает в играх даже с RTX 4090. Гораздо логичнее было бы ставить Radeon 780M к четырехядерным Ryzen. К тому же это положительно бы сказалось на цене. А теперь смотрите какая магия. Десятиминутный стресс-тест в Cinebench показал, что даже в таком ПК система охлаждения с Ryzen 9 отлично справляется. После установки режима высокой производительности в BIOS, процессор упирается в максимально разрешенный 65-ваттный лимит TDP, при этом прогреваясь до адекватных 85 градусов. И это при том, что бустится он аж до 4,5 ГГц. Для мобильного камушка это прям победа. Дорогенные ноутбуки, в которые ставят такие процессоры, справляются с этим гораздо хуже. В CPU-Z и тесте архивации 7-Zip результат схож с уровнем десктопного 7600X. Напомню, этот шестиядерник сейчас стоит около 20 тысяч рублей. Ну и под конец синтетики, тест 3DMark Time Spy, где дисбаланс процессора и видеокарты очень хорошо виден. Если процессор здесь почти на 10% быстрее того же 7600X, то вот интегряжка в 7 раз слабее RTX 3080 Ti. По баллам она выступает международными GTX 1050 Ti и 1650. Результат для встроенной графики безусловно впечатляющий. Лучшие решения Vega болтаются около затычки GTX 1030. И хотя GTX 1650 сейчас является самой популярной картой в Steam, это далеко не самое быстрое решение 4-летней давности. В современных, плохо оптимизированных играх она уже бледнеет. А вот теперь перейдем к этим самым играм. Процессор тут точно будет прохлаждаться и не станет узким местом, так что весь упор уйдет в интегрированную Radeon 780M. Начнем, как обычно, с кибербага. Выставляем низкие настройки графики Full HD с FSR на качестве. То есть реальное разрешение рендеринга 720p. И результат приятно удивил. Более 50 FPS в среднем. При этом видеокарта загружена полностью и бустит выше 2,5 ГГц. Но все-таки FSR не DLSS. И картинку он в 1080p мылит сильнее даже в режиме качества. Можно обойтись и совсем без масштабирования. На низких настройках в Full HD интегряжка выбивает порядка 40 кадров в секунду. Играть в таком режиме все еще можно. Конечно, в шутере хотелось бы побольше. Но если вспомнить про размеры и про то, что современные консоли тянут ее в 30 кадров, вопрос отпадает. Теперь едем в Мексику. Forza Horizon 5 это отлично оптимизированная игра. Так что даже на высоких настройках качества графики без масштабирования проблем у Radeon 780M нет никаких. 60 абсолютно играбельных кадров. При этом, что интересно, включение любого масштабирования, будь то FSR или XESS, производительность только снижает. Хотя должно быть ровно наоборот. Такой нюанс был только в Forza. И с учетом полной играбельности без масштабирования, будем считать, что это не баг, а фича. В Far Cry 6, которая отлично оптимизирована именно под Radeon, у 780M проблем нет. В Full HD на средних настройках графики без масштабирования кадры находятся в районе 45-50. При желании можно включить FSR на качество. Тогда FPS подрастет вообще до 60-70. Но тут фирменное масштабирование AMD первой версии ужасно мылит картинку. В Far Cry 6 есть достаточно легкая трассировка, и интегряшка на RDNA 3 ее поддерживает вполне играбельным FPS. При активации DXR и FSR на качество получаем порядка 50-60 кадров. Прогресс достиг уровня, когда RTX ON доступен даже на встройке. Давайте пожестим и запустим Plague Tale Requiem. Эта игра отличается крайне красивой графикой и серьезным требованием к видеокарте. Так что не питая иллюзий, сразу ставим низкие настройки в Full HD и режим производительности. То есть реальное разрешение рендеринга лишь 540p. И надо сказать, Radeon 780M справляется. Да, картинка мыльновата, но кадры даже на тяжелой рыночной локации при этом абсолютно играбельны. 45-50. И пройти игру в таком режиме можно без труда. И на мое удивление, в этот раз в игре не было статтеров. Что ж, после такого результата можно предложить в стройке попробовать самую тяжелую игру современности. Порт одних из нас. Разумеется, низкие настройки графики, но с FSR на качестве. В итоге в среднем можно получить около 40 кадров. Да, картинка не совсем радует качеством, но пройти игру в таком режиме можно. Ну и конечно, мы не могли пройти мимо свежего дополнения для атомного сердца с новыми пушками и гусем-матершинником. Покромсать советских взбунтовавшихся роботов на интегряшке можно с низкими настройками графики, Full HD и FSR в качестве. В таком случае на открытых локациях в бою можно рассчитывать на 50-60 кадров в среднем. Играть в таком режиме абсолютно комфортно. Да и графика, даже на минимальных настройках, благодаря Unreal Engine, достаточно приятная. Ну и чисто для галочки киберспорт. Думаю, всем уже и так понятно, что проблем с ним на такой мощной встройке не будет. Тут интересно проверить другое. А можно ли на интегрированной графике раскрыть потенциал быстрых мониторов? В Dota 2 на максимальных настройках графики FPS в 1080p держится около сотни. Несколько снизив графоний, можно легко замахнуться и на полторы сотни кадров. Ну а в танковых баталиях с высоким пресетом и улучшенной графикой проблем тоже нет. Около 80-90 кадров с падением до 70 в прицеле. Гонять по полю даже на быстрой бронемашине можно без проблем. При желании, если графоний важен, можно установить его в максимум. В таком режиме FPS будет около 50-60 кадров, что мне кажется, для неспешных танковых боев будет достаточно. Со всей ответственностью заявляю, что интегрированная 780M может считаться игровой. В киберспорте и проектах двух-трехлетней давности она тянет абсолютно все игры в Full HD, на средних, а то и высоких настройках графики, иногда даже с трассировкой лучей. В современных игрушках она, конечно, сдувается, и тут уже без мыла FSR с низким графонем не обойтись, а будущие проекты на каком-нибудь Unreal Engine 5 она потянет разве что в 720p. Улучшить графическую производительность, увы, не получится. Разгон в MSI AutoBurner не работает, а в BIOS нет опции ПБО для андервольтинга. При этом в тестах игр восьмиядерный Ryzen 9 откровенно скучает. Мини-ПК, конечно, имеет пару полноценных USB-C4 с поддержкой Thunderbolt 3, поэтому при желании можно купить и подключить внешний бокс для видеокарты. Четыре линии PCI-Express 3.0 вытянут какой-нибудь RTX 3060 на 12 гигов. Единственный минус такого подхода – стоимость этих самых Thunderbolt боксов для видеокарт. Но если игровая производительность в интегрированной графике по современным меркам отнюдь не рекордная, то вот в мультимедийных возможностях Radeon 780M очень хороша. Она может аппаратно обрабатывать даже 8K видео в AV1 с 60 кадрами. И USB 4 как раз позволяет подключить телевизор с таким разрешением. В Minis Forum не сэкономили на сетевых возможностях. Если Wi-Fi 6E уже не удивляет, то вот 2,5 гигабитный Ethernet в мини-ПК позволяет передавать по локалке данные на скоростях в 300 мегабайт в секунду. И пока что единичные провайдеры предлагают такую скорость интернета. Не знаю, как вам, а мне вот нравятся такие мини-ПК. Держишь его после тестов и осознаешь, насколько быстро шагает технический прогресс. Но правда за него приходится платить достаточно дорого. Вот такой ПК стоит чуть-чуть дороже 60 тысяч, а без железа что-то в районе 50. Двоякие впечатления оставила лишь интегрированная графика. Да, AMD проделала огромную работу, это уровень GTX 1650. Но зачем такой графике вот такой восьмиядерный процессор? Можно же поставить в более дешевый и не переплачивать. В любом случае, интегрешка без проблем справляется с киберспортивными играми в Full HD. Можно даже замахнуться на быстрый монитор. А свежая архитектура RDNA 3 позволяет декодировать буквально все. Видео даже в 8K HDR. Что позволяет использовать этот мини-ПК как топовую мультимедийную систему. Так что свою нишу этот портативный десктоп точно найдет. В телеге нас попросили оценить производительность в рендеринге, когда я показал распаковку. Наш тестовый трехминутный ролик в Premiere Pro в 4K срендерился за 10 минут, но чисто на процессоре. Premiere встройку решил не использовать, хотя GPU ускорение было включено. Если вы не опоздали, в телеге проходит конкурс на инженерные процессоры с прошлого выпуска. Там же разыгрываются еще модули ОЗУ и наши костюмы. Все ссылочки в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.